Я считаю, что переход объявления Банка России о переходе к плавающему валютному курсу, начиная с 2015 года, который Банк России сделал, когда они опубликовали свое основное направление Единокосударственной правительной политики, является, на мой взгляд, великим достижением. Я считаю, что это очень большой шаг навстречу не только дистанализации нашей макроэкономической стабильности. Здесь, если чуть вступить, я считаю, что плавающий валютный курс вместе с недавним принятым бюджетным правилом могут вполне быть такими столпами или фундаментальными камнями обеспечения макроэкономической стабильности в условиях сохраняющейся. Непонятно, что, к большому счету, никуда не исчезающие существенные зависимости Российской Федерации от волатильных цен на родоносители на долгие годы. Мне кажется, что эти два кирпича, которые построены, это переход к плавающему валютному курсу и введение бюджетного правила, это для макроэкономической стабильности вопрос принципиальной важности. Я бы, честно говоря, даже сказал бы, может быть, я не знаю, поправьте, как Петр Олегович, если не прав, вы как член первого Гайдарского правительства. Мне кажется, что вот с введением этих двух мер фактически макроэкономическая программа Гайдарского правительства была наконец закончена. И здесь вот это, мне кажется, очень-очень важно. Но и точно так же... В области денежной политики. Что? В области денежной и фискальной политики. Макроэкономической стабилизации, да. И вот это, мне кажется, является основополагающим камнем для того, чтобы рубля действительно был шанс стать резервной валютой. По сути, что такое резервная валюта? Это валюта, в которой, с одной стороны, хранят сбережения, и с другой стороны, валюта, в которой имитенты хотят размещать свои ценные бумаги, да, ну или привлекаться в этой валюте. И вот для того, чтобы это работало, и с той, и с другой стороны, есть несколько необходимых условий. Да, и, конечно, необходимые условия номер один – это предсказуемость валютной политики. И здесь я был бы вот очень аккуратен, я бы не сказал бы стабильность валюты. Как раз нет. И даже как раз наоборот. Да, это именно свободность курса образования. Вот это, мне кажется, пункт номер один, который очень важен. И, собственно говоря, мы вот этого сейчас благодаря Центральному банку достигаем. Второе – это, мне кажется, это, конечно, отсутствие валютных ограничений. У нас валютных ограничений нет. Вы знаете, что валютные ограничения были почти полностью отменены еще в 2007 году. И, собственно говоря, Россия, о чем сегодня говорилось на пленарной сессии, о чем сегодня говорил представитель правительства, несмотря на то, что все ожидали, что Россия введет снова валютный контроль в 2009 году, Россия этого не сделала. Я считаю, что это очень важно. Это показало, что даже в ситуации колоссального оттока капитала Россия не поддалась на соблазн пойти по таким вот нерыночным путям и вести валютный контроль. То есть я думаю, что можно с уверенностью говорить, что никто из потенциальных и существующих ожидает, что Россия снова будет вводить когда-нибудь валютный контроль. Потому что здесь мы, на самом деле, впереди наших коллег по БРИКС. И, честно говоря, я считаю, например, что вот эти первые два фактора – это плавающий валютный курс и валютные ограничения – это то, что не позволяет и не позволит вообще до тех пор, пока это существует, стать юанью серьезной резервной валютой. То есть это два абсолютно необходимых условия, без которых, мне кажется, стать резервной валютой к большому счету шансов никакой валюты нет. Рубля – это есть. То есть мы вот здесь галочки поставили. Дальше, как я уже сказал, что резервная валюта – это валюта, в которую можно вкладывать инвестиции. То есть это в том, чем можно хранить. Если у вас есть что купить в этой валюте, значит вы можете хранить в ней свои сбережения. То есть нужен, конечно, для того, чтобы валюта стала реально резервной, нужен развитый рынок ценных бумаг. Причем такой некоторой иронией является, что именно страны, только страны, у которых есть очень развитый рынок государственного долга, могут являться эмитентами резервной валюты. Как это не смешно, тот факт, что в Америке такое большое количество государственного долга, один минерный в долларах, является одной из основных причин, почему доллар сейчас является незаменимым как резервной валютой. То есть физически инвестировать резервы даже хотя бы в центральных банках, я не говорю о резервах частного сектора, из долларов, из казначейских обязательств США в какие-нибудь другие, сейчас просто невозможно в силу просто объема. То есть такое количество ликвидных государственных ценных бумаг нет больше нигде. В этом есть некая такая ирония. Естественно, это не значит, что я призываю, что давайте сейчас мы объявим дефицит 15% в год, напечатаем на весь этот объем каждый год ОФЗА, и у нас будет резервная валюта. Конечно, нет. Но это говорит о том, что должен обязательно развиваться локальный рынок ценных бумаг, и в этой связи, конечно, меры, направленные на стимулирование российского рынка ценных бумаг, они очень важны. Они также очень важны и для того, чтобы выполнить еще одно условие, это для того, чтобы люди хотели имитировать эту валюту. Вы знаете, у нас был один прецедент выпуска в рублях ценных бумаг иностранного государства, да, это была Белоруссия. Сейчас, вы, наверное, видели, была новость о том, что Сербия рассматривает возможность размещения своих государственных бумаг в рублях. То есть немножко движется, в принципе, я считаю, что, конечно, особенно после кризиса 2008 года, большое количество финансовых рынков, или финансовые рынки некоторого количества стран, которые расположены географически близи от России, они, в общем, ну, если можно так сказать, марганализировались. То есть мы говорим про объемы торгов, которые составляют десятки миллионов долларов в день в большинстве стран бывшего СССР, да, и в некоторых других близких к нам географических странах. То есть это не те объемы, которые могут быть удовлетворительны для любого имитента, который хотел бы размещать свои ценные бумаги. Поэтому здесь Россия, конечно, имеет натуральное преимущество с точки зрения того, что Россия является рынком близким и понятийно, да, и культурно. И в этой связи, конечно, можно ожидать, что в случае, если удастся построить адекватную рыночную инфраструктуру, то тогда, конечно, имитенты из этих стран будут активно имитировать свои ценные бумаги на российской площадке. Примером тому может быть, собственно говоря, вот такой объект для подражания для нас, конечно, является Варшавская фондовая биржа. Вы знаете, что Польша, естественно, в момент коллапса Советского блока, коллапса СССР не была никаким финансовым центром. Поэтому говорить о том, что вот, смотрите, англичане, они финансовый центр, потому что они всегда им были, это, конечно, не так. Но вот у нас есть пример как минимум одной страны, которая, проведя успешные реформы, тем не менее, стала региональным финансовым центром. Вы знаете, что многие страны, в частности Украина, используют варшавскую площадку как принципиальную площадку для размещения своих ценных бумаг, не имея в виду частный сектор, естественно. И это говорит о том, что нет причины, почему мы не могли бы здесь оставить в Варшаве конкуренцию. И вы знаете, что этот вопрос, он стоит достаточно высоко в повестке дня. Вы знаете, что было целый ряд принятых в этом смысле решений. И в частности, вот сейчас вот буквально днями должна быть внесена в правительство программа вот эта вот дорожная карта МФЦ, о чём Александр Сталич, я думаю, как её, наверное, такой реальный отец-основатель сможет рассказать подробнее. Но понятно, что здесь вот для того, чтобы рулю стать резервной валютой на региональном уровне, два макроэкономических вот этих вот боксиков у нас отмечены. Осталось построить эффективные финансовые рынки, я думаю, что когда они у нас будут построены, в чём я не сомневаюсь, тогда, конечно, у нас будет реальный шанс в региональном контексте. Если, конечно, рубль не будет включен в зону евро, доллар, иен, или как там дальше, то тогда, конечно, в реальном контексте у нас, то есть у нас реально будет в региональном контексте возможность построить довольно серьёзную региональную резервную валюту. Продолжение следует...